Добрый день! Команда открытых новостей продолжает свою работу в Яровом. Студия Анастасия Борисова. И вот главное к этому часу. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Государственный совет, пожалуй, по самой злободневной теме для регионов, прошел в Москве. Повышение эффективности дорожного строительства и снижение смертности в ДТП обсудили участники заседания, которое провел президент страны Владимир Путин. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял участие в госсовете в числе 30 приглашенных российских губернаторов. Дороги должны служить долго, а не так, что каждые 2-3 года после зимы асфальт приходится перекладывать. Такие задачи ставит президент страны Владимир Путин. А решение необходимо системное. Это и новые нормативы строительства и ремонта, и совместная работа тех, кто строит дороги, и тех, кто занимается регулированием движения, установкой знаков и светофоров. Сегодня каждый участник системы работает как будто сам по себе, отметил президент. Каждому региону в ближайшее время необходимо разработать и принять соответствующую программу. И не декларативную, а реалистичную, рассчитанную на период не менее чем до 2024 года. Это даст возможность дорожным строителям планировать работу в долгую, загадя приобретать дорогостоящую технику, резервировать строительные материалы, вкладываться в специалистов и новые технологии. Конечно, хотелось бы сегодня услышать, уважаемые коллеги, что здесь уже сделано, что запланировано. Цель, которую обозначил президент – снижение смертности в ДТП в два с половиной раза к 2024 году и до нуля к 2030. Повышение числа дорог высшей категории. Если из федеральных трасс с нормативом сегодня соответствует 83% дорог, то качественных дорог регионального значения в России едва ли половина. Дорожная проблема актуальна и для Алтайского края. Нам надо сеть региональных и межмуниципальных дорог привести в соответствие с нормативами. И надо сделать так, чтобы доля дорог, которые соответствуют нормативам, превышала 50%, достигала 51%, а мы стартуем с цифры 38. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко указал на необходимость развития дорожной сети в агломерациях – это Барнаул, Биск, Врубцовский, важность снижения мест концентрации ДТП. Сегодняшние показатели смертности на дорогах в крае необходимо снизить примерно в три раза за следующие пять лет. Отметим, само заседание Госсовета прошло в новом для России формате. Президент резюмировал те предложения, которые поступили снизу. Накануне заседания губернаторы общались без галстуков, в формате открытой дискуссии обменивались опытом и даже участвовали в коротком мастер-классе по укладке асфальта. Такая форма работы эффективнее. Решения, которые по итогам подготовленных предложений озвучивает президент, оказываются выверенными и исполнимыми. Максим Милосердов, Катунь, 24. Ее тяжело отличить от студента. На своих же лекциях она не за кафедрой, а впереди нее ведет активный диалог с учащимися. Анастасия Чучева, доцент кафедры теории и практики журналистики в классическом университете, заняла второе место на всероссийском конкурсе молодых преподавателей вузов. На одной волне со студентами Анной Муратовой она пообщалась в стенах «Альма-Матер». Убивают современную журналистику. Это страх и самоцензура. Когда мы сами себя ограничиваем, сами ставим для себя те или иные рамки. Ограничивать себя запрещено. Секретом успеха настоящего журналиста делится преподаватель классического университета. Такое правило для своих студентов вывела Анастасия Чучева. Говорит, бояться нечего. Дает совет конструктивно призывать власть к ответу, если молодых специалистов волнует щекотливая тема. На вопросы о свободе прессы она отвечала в первую очередь себе на всероссийском конкурсе молодых преподавателей вузов. Региональные этапы прошли в четырех городах. В Омске, Саратове, Ростове-на-Дону и в Барнауле. Чтобы попасть на межрегиональный этап всероссийского этого конкурса в Барнауле, нужно было сделать три работы. Во-первых, снять видеопрезентацию, в которой представить свою педагогическую инновацию. Невозможно стать хорошим журналистом, просто прослушав курс лекций. Необходима практика. Я бы даже сказала, регулярные тренировки творческих навыков, как у профессиональных спортсменов. Уже на федеральном очном туре нужно было провести занятия и просчитать мотивирующую лекцию в стиле ТЭД. Задачей было заставить преподавателей других предметов полюбить свой – журналистику. Во время лекции Анастасия Чучева привела позитивный пример свободы мнения. Телеканал Катунь-24. В связи с ситуацией с Татьяной Кувшинниковой, когда вы сделали такую акцию, флешмоб, вы сфотографировались в купальниках на рабочих местах и разместили это в Инстаграме. Да, после этой фотосессии весь Барнаул разделился на два лагеря. Кто-то вас поддержал, кто-то осудил. Но факт поступка, на мой взгляд, налицо. И вот это как раз и есть формирование профессиональных компетенций, когда вы хотите сказать больше. Невозможно быть хорошим журналистом, не имея активной гражданской позиции, уверена Анастасия Чучева. Свою имеет. На конкурсе молодых преподавателей вузов она заняла второе место. Но результат не так важен, как участие в конкурсе, говорит Анастасия. Это было своеобразное повышение квалификации. В начале грядущего учебного года она представит студентам новые форматы лекций и практических занятий. Будущие у журналиста Алтайского края обречены на формирование своего мнения. Анна Муратова, Михаил Лефаншан. Новости. В Алтайском крае нашествия комаров. Кровососущие обитают на водоемах и рядом с ними. Всего таких объектов 19. 30 гектаров Барнаула обработают городские власти. Перед этим нужно выкосить траву 4 метра от водоема. Далее покрыть поверхность почвы и часть травы бактицидом. Такой химикат уничтожит личинки комаров. К сожалению, парки и скверы не попадают под эту обработку. Парки у нас в основном находятся в частной собственности. Поэтому обработку от комаров, она, конечно, возложена на собственника земельного участка. Вы как-то контролируете, когда будут парки? Все эти территории обкурены? Администрация района вместе, конечно, с Комитетом по дорожному хозяйству, благоустройству транспорта и связи, он проводит информационную работу с собственниками земельных участков о необходимости проведения данной работы. Обрабатывать почву городские власти еще не начинали. Она проходит в два этапа. Первый нужно успеть до 15 июля, а второй – до 15 августа. О том, как сделать так, чтобы комары тебе не кусали, мы расскажем в вечерних выпусках, а пока продолжим. В самом разгаре летний сезон отдохнуть Яровом. Каждый год приезжают тысячи людей. Для кого-то это традиция. Кто-то приехал на курорт впервые. Почему из многообразия вариантов туристы выбирают именно Большое Яровое, нам рассказали сами отдыхающие. Мы раньше приезжали часто, пока жили в Новосибирске, лечиться, ребенка лечить у нас аллергические проблемы. Помогает водичка вот эта вот. Вот, поэтому ехали далеко в Московскую область. Пять лет где-то не были здесь. И приехали к родителям, и решили заодно сюда заглянуть. Вот, в лечебных целях. В Яровое уже не первый раз приезжаем. Вот, в который раз приезжаем с нашими московскими друзьями. Вот, потом поедем в Горно-Алтай. Нам здесь очень нравится. Здесь, как в Крыму, вот напоминает, как в Крыму очень сильно. Мы в Крыму тоже в Евпатории отдыхаем часто. Вот, здесь очень прям люди такие спокойные, все расслабленные. Ну, мы из города Томска. Приехали, потому что как-то ехать недалеко. То есть, это... И что-то похожее на море как-то, и условия такие же вроде атмосферы. Уже второй раз приезжаем сюда. Хорошо здесь? Целебную силу озера чувствуется? Ну, пока ощущаем, да, соль покрывает нас. Все подсыхаем. Хорошая, да? Я переехал с Барнаула. Сюда в Яровое? Сюда в Яровое, да. Почему? Что вам здесь нравится? Ну, история долгая, но озеро мне нравится. Чем? Здесь бром успокаивает, лечебные соли. Можно каждый день выйти, через пять минут заплыть после работы. Очень здорово. И к новостям культуры. Небрежные маски, яркие краски, рисунки на клочках бумаги. Все это о работах Алексея Чеканова. Выставка его картин работает в Барнауле. Здесь с художником пообщалась моя коллега Елена Самарина. Ну, если брать вот это, это лапута, это летающий остров, третья часть Джонатана Свифта о путешествиях Голливера. Мы-то знаем только первую, ну, здесь вторая, потом третья. И очень милейшая четвертая про мудрых и свободно любимых лошадей. Алексей Чеканов – художник андеграундный. Такой вид искусства отвергает и часто нарушает принятые в обществе моральные и этические ориентации. Андеграунд отказывается от принятых ценностей, норм и традиций. Поэтому картины Чеканова понятны не каждому. Я ничуть не боюсь быть смешным и нелепым. Мне даже это не могу сказать, что мне это импонировало. Мне это просто на самом деле дефирентно. Ты, наверное, там думал что-то. Я говорю, это должно быть вообще наоборот от противного. Отключай полностью мозг. Не нужно размышлять, иначе вот это будет какое-то такое, ну, какое-то, ну, наверное, очень странное что-то для меня. Александра Ковалева побывала на выставке недавно и пришла сюда еще раз. Ранее девушка была незнакома с творчеством Чеканова. Вроде на первый взгляд кажется, что обычные какие-то детские, мористические рисунки. Но на самом деле, если присмотреться, в каждом из рисунков, в каждом из сюжетов есть какой-то особый свой глубокий внутренний смысл, который первый раз, может быть, в глаза не бросится. Это уже 20-я юбилейная выставка художника. Более 70 человек посмотрели картины творца с момента открытия. Однако для него не так важно количество людей. Пусть их будет 10. Главное, чтобы поняли суть. Он выбирает некий свободный стиль, который подсказывает ему душа. То есть он может прийти домой, запереться на несколько дней или на неделю дома. Глядя в окно, он может написать что-то невообразимое. Многим людям будет, конечно, непонятно его творчество, потому что они, опять же, замкнуты в каком-то своем круге. По словам куратора выставки, посетить ее будет полезно молодым художникам и любителям искусства, а также тем, кто ищет смысл там, где на первый взгляд его нет. Посмотреть работы Алексея Чеканова можно до 13 июля в музее «Город». Елена Самарина, Анатолий Фукс. Новости. На этом выпуск открытых новостей завершен. С вами была Анастасия Борисова. Следующий выпуск смотрите в 17.00. Не переключайтесь.